Ну, мне очень нравится, во всяком случае, да. И вот, а как ты читаешь, я никогда не слышу. Не видно, сейчас я так... Я буду вот так делать. Ну, вот я могу. Ну, я... Сейчас. Хорошо, давайте я прочитаю. Давайте я прочитаю сразу три. Так, чтобы я сразу обойму. На финише я был небрежен, Носком черканул по мелу, И справа, и слева орали. Я понял, что я пришел первым. Гудело в затылке, лоснились виски ледяными ручьями. Все те, кто дышал мне в затылок, я знал, Мне не станут друзьями. Я волосы мял в полотенце, И жутко хотел текилы, Шампунь, пах, иллюзии, и груши. Я куртку на плечи накинул, И дернул оконную раму, И прыгнул в траву, Покатился. Когда побежал, стало горько, Что не с кем было проститься. Сначала он даже не понял, как вышло. Сломалась скорость, А пыльный каркас железа. Внезапно он понял и взлыл. Небо текло полосою до горизонта. Что стоит совесть измучить кровью, Не смея глаза закрыть? Сначала он ощупью пальцев Хотел поползти по асфальту, Но как-то внезапно сжался, В ладони спрятал лицо. Вода — это то, что нас прячет От грунта земли. Тело — мячик. Гудрон полирует не хуже, Чем дворник метет крыльцо. И странно, что боль пахнет хлебом. Он умер в июне, в среду. Отдать не успел за новую, Компьютер должок отцу. А зебра — есть смерть пешехода. Любовь под гипнозом исхода Внезапно становится вечной И мертвым идет к лицу. Ещё одно. Ты сколько хочешь, господи? Моменте больше. Слава Богу, что я знаю точно, Что будет в конце. Параллельные рельсы, И ты всё узнаешь не сразу. Неглубокие шрамы На бледном скуластом лице, И портье перед номером Будет стоять, как на страже. Слава Богу, что я не успею Тебе показать свою старость И немощь, и робость, Просить о заботе. Как колотится сердце, Как хочется плакать. Прицел, как всегда, на чеку И готовится мушкой на взводе. Слава Богу, что быстро, Что свет не успел догореть, Промелькнув на сетчатке флажком И соцветием розы. Мы любили огонь, Мы любили на пламя смотреть. Доверяю ему свою жизнь И не чую угрозы. Слава Богу, что Бог Не успел помешать мне уйти. И теперь наша встреча постфактум, А значит формальна. Я вернусь на любимые скалы В изящной пыльце, Не печалься, прошу, догоняй. Горы вьются спиралью. Слава Богу, что я буду петь, Когда ты замолчишь, Рассказав мне, что стало потом. Я простила у всех сразу. Потанцуй для меня. И не дай мне опять умереть. Мы же в связке с тобой. Навсегда мы с тобой скалолазы. А сразу не стражу вообще, Генея-генею, Генея-генея, Но это что и промерие. Ну, давайте ещё вопрос, А потом же промерие. А потом, значит, и про меня. Вот я снял с телефона прекрасный совершенно текст от замечательной знакомой. «Пошла в кинотеатр «Октябрь» смотреть на Рассела Кроу вместо вашего вечера. Дура же я была». А Пискот претендует на ряду. Подпись. Подпись. Девушка из цветника. Но я теперь, я же ни с тем не забуду этот цветник. А я сидела, как дура, смотрела этот поединок. Опоздала на саундчек, между прочим. Да, совершенно верно. Пришла с искаженным лицом. Вот еще один замечательный кандидат на ридер. Когда вы начали заниматься музыкой в детстве, зачеркнуто, в детстве, кто на вас влиял? Витя, 8 лет. Ты моя солнышко. Витя, рано тебе еще ридер. Моему книжку, книжку. Ну кто на тебя влиял, когда ты на мунице? Да никто не влиял. Ты любила классику какую-то? Да меня в детстве перекормили Чайковским. Я как родилась, так родители стали временами годы у меня. С утра до вечера, с утра до вечера. Знаете, такой анекдот, когда мальчик говорит, хочу, хочу, хочу. Ну, хочешь, расскажу тебе сказку. А, родитель приходит, поставил пластинку. Хочешь, я расскажу тебе? Хочешь, хочу, хочу. Хочу, 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 хочу. Так вот я эту классическую музыку потом просто от нее бегала, как таковая. Потом наступило где-то лет 25, и память вернулась. И, в общем, по большому счету, я очень благодарна родителям за то, что они мне отдали в музыкальную школу, дважды забирали оттуда. Плохо училась я в школе, ну, в общем, образовательной, по математике, химии, физике, и вот по всем предметам, кроме литературы и пения. А, меня тоже забирали. Да, меня забирали из музыкальной. Я вот до сих пор не могу понять, какая связь. Ну, в принципе, я радовалась, конечно, потому что туда не ходишь, там тоже не учишься. Ну и нормально. Вот, но и когда я училась музыкалкой, я училась хорошо. Я сдавала все в срок. И все удивлялись, как так получается. Очень занятный вопрос. Помните фильм «День Сурка»? Что надо изменить, чтобы он закончился? Послушайте, «День Сурка». Помнишь «День Сурка»? Помню, да. Замечательно. «День Сурка» я смотрела, я постоянно засыпала на одном и том же французе. Я. Мы не вместе смотрели. Жарик нет. Послушайте, я вам серьезно говорю. «День Сурка», я знала, о чем этот фильм. Я постоянно вырубала на одном и том же месте. Я включала панолы. Включала, а потом до меня дошло, он же «День Сурка». Хорошо, хорошо. Мне очень нравится вот здесь вопрос. Я потерял его уже, но запомнил, что поэт всегда пророк. А случалось ли вам что-то предсказывать себе? Сбылось ли что-то из ваших писем? Ну да. У меня погиб друг, а я написала в этом за долго-дом. Какой-то невеселый тем. Давайте дальше. Нет, наоборот, давайте не ссориться с Арбениной. Вот это замечательный, на мой взгляд, вопрос. Как вы относитесь к литературному герою Арбенину? Вашему противному однофамилицу. Хорошо сформулирован вопрос. Ну, вы помните, как он там поступил с женой? И как потом ужасно рассказался? В «Маскараде», если кто не помнит, он ее отраванул. Ну, как вот ты относишься? И нет ли как-то... Ну, видно, автор хотел спросить, не родственница ли ты? Автор хотел спросить, читала ли я Лена? Да читала, но вот просто как ты к нему относишься, к этому герою? Одни ему нравятся, другие говорят «скотина». Мне кажется, скотина. Ну, не знаю, я всегда понимала, почему от Элла так поступил. Поэтому... А я понимаю, почему он так. Может быть, Арбенину тоже как-то так не повезло в жизни. Я вообще, кстати, мужчин оправдываю. Потому что зачастую они влюбляются в таких, знаете, вот, истеричек левадур. И, конечно, получается так, что... А вот этот случай про китайца, который бросился... Подождите, который бросился в супермаркет там с 25-го этажа после того, как ходил с девушкой 3 часа или 5 часов, покупал что-то. Ну, это вообще просто кошмар, двопиющий. Ты знаешь, что история, нет? Знаю. Хорошо. Знаю, да. Я даже помню у Некрасова хорошие стихи на эту тему. Кто говорит прекрасный оба на вечный спрос, Который взять, меж тем, как набухает злоба, И к черту хочется послать, и чтоб скорее покончить муку, Ты, увидав себя в трюмо, в своем лице читаешь скуку и рабство темное клеймо. А мне еще очень нравится, знаете, там, кто ей теперь стакан подносит, Застигнут сценой роковой, кто у него прощения просит, Вины не зная за собой, кто лицемерно наблюдает, Сосредоточен и сердит, как буйство нервное стихает, И переходит в аппетит. Как раз это гениальный поэт. А вы все еще думаете? Да, а броски проложили. Дорогая, я вышла сегодня из дома поздно вечером, Подышать свежим воздухом и так далее. Ну, мне кажется... Жестокие стихи Краины, да. Диана, почитайте еще. 0,4 промилле. Я не знаю, где 0,4 промилле. А я знаю, где 0,4 промилле. А можно я почитаю, знаете что? А я почитаю такое вот... Ой, что это? Ну, прощай, ну да, ну, начну, что это? Ну, это как Россия. Начаются на свои. Я буду рассчитывать на свои силы. Пожалуй, в Европу как-то. Стихотворения разные бывают. И вот такое. Вот какой хорошей почерк, жаль не мой. Когда море не колышется у меня внутри, называется оно, Звучит так. Когда море не колышется у меня внутри, Я раздражаюсь. Все или так. Уродливое лицо, Толстые бока. Везде грязно, убирай, не убирай. Я хожу и разламываюсь на миллион частей своей массы. Потом наступает полдень, А за ним 4 по полу, Не самое отвратное время суток. Выпивка не спасает. Напротив. Думаешь, будет легче, А выпиваешь так же погано. Плюс к 7 вечера уже пьян. Быков, хочешь что-то сказать? Руки поднимай. Нет, 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 это я дирижер. Уже пьяный. Но если удается сдержаться, Конец дня в награду отпускает мозги, И окутавшись темнотой, как киселем, Я выхожу на улицу и начинаю двигаться Навстречу чему-то пофиг чему. Так хорошо сначала огни, Осень, заведение, морозец. Первый глоток, и воздух расцветает. И первая за день улыбка, И я пью еще, 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 еще. И вот меня понесло. Я часто хожу в туалет И подмигиваю себе в зеркало. Какое сексуальное лицо и фигура. Шум нарастает, я часто смеюсь, И пью, замахивая до дна, И уже мало что секу. Границы зрения начинают размываться, Я клюю носом в стол, Яростно отказываюсь от помощи Идти домой, Мгновенно засыпаю. Но перед тем, как окончательно Провалиться в алкогольную яму, Прошу лист бумаги И начинаю царапать, Еле различимое на следующее утро. Вот точь-в-точь, как сейчас. Тогда-то море начинает колыхаться У меня внутри. Но, увы, уже слишком, слишком поздно. Надо было раньше... А, а вот еще. Но я вам скажу, Это было написано в 2006 году, Ну, а книжка это не врет. Называется «Хоккей». Нет обречения зрелища. Женщина смотрит хоккей. В полоборота к воротам Жизнь надоела до работы И нянчу чужих детей. Нет обречения стены Параллельной поверхности шара. Я никогда не просила, Я никогда не мешала Твоим танцам в лоне весны. Нет. Я сказала, что нет. Земли виртуально касаясь, Я сердце гулять отпускаю В аэродромный снег. Нет обречения двух, Ставших навек перед прошлым. Нам разойтись невозможно, Как взять у Бога взаймы. И нет обречения пути, Чем мой. Без поправки на север, Туда, где танцуют метели Из странного цвета сны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы считаем, что мы вместе В первой сочнике. Как всегда. Это обречения зрелища? Да, это абсолютно точно. Женщина смотрит хоккей. Это музыка. Давайте еще вопросы. Ты пока подумай, Тут очень интересный пришел вопрос, Пишут мои студенты тоже опять, Что видели вас в буфете, Вы сидели с Кахановским, Он вам дал какой-то текст, И вы гнусно хихикали. Нельзя ли его прочесть вслух, Чтобы мы тоже гнусно похихикали? Значит, Игорь Кахановский, Блестящий совершенно поэт и мемуарист, Он действительно мне дал Очень сильное стихотворение новое, Там про Клио. Я бы его прочел, но боюсь. Ну, боюсь по разным причинам. Оно такое, ну, резкое очень стихотворение. Кахановский, ты здесь ведь, да? Как ты полагаешь, Мы можем это прочесть со сцены или нет? Если можем, передай мне его, пожалуйста, через... Да. Пока его передают, Я хочу вот задать вопрос. Кахановский, идя сюда, Замечательный тоже автор, Он сказал про Арбенину, Я потому ее люблю, Что она наша магаданская. Ну, и за многое еще другое тоже. Наши магаданские, Это что за люди? И как, собственно, ты оказалась в Магадане? Может, ты тоже потомок сына какие-то? Как туда большинство приезжает? Потому что добровольно, как Кахановский, Туда уехали немногие, счастливые. Ну, мои родители тоже туда уехали, Не понимаю, почему. Они журналисты, И решили, что... В Белоруссии жили, И решили, Когда мне было 4 года, Что нужно на север. Ну, там романтика, наверное, какая-то. И все, И мы следовали жить сначала на Чукотке, Потому что было и мягко, И в Магадане. Но магаданские люди, Что это за это? Ну, магаданские, Северные люди, Северные люди, Таких здесь нет. Это совершенно особая порода, Это очень стойкие, Очень благородные, Совершенно бескорыстные люди. Вообще, по большому счету, Это, знаете, Мне кажется, Вот такие люди, Они как раз-таки Открывали в свое время Америку. Просто поехали, Все бросили, поехали. И вот этот авантюризм Со всего света Как раз-таки дал, Аккуратно, Телефон, Дал начало Такому Огромному, Огромной-огромной Стране, Которая Просто Мне кажется, Богатой национальностями, Я имею в виду Америку. Вот если бы Наш Север Не был связан Так с БУЛАГом И с Сыльными, Все-таки было какое-то Животворное начало, То мне кажется, Что у нас есть Из Севера Очень многое Мы могли бы Взять И очень многим Мы могли бы Питать страну Не только золотом И вот Всеми вот этими Корыстными делами. Поэтому Я вот была В Магадане В этом году Думала, что Ну, в Магадан Ну, что там Сиграю концерт Ревела, как Белуга С самого начала Прилетела, стала плакать И ничего не изменилось Игорь Все осталось Прежним, действительно И нет, конечно же Бараков Но вот этот дух Ну, понимаете Там Там нет Вот Меня Сколько я там жила Жила я там В 18 лет Не было Не было ни одного Момента Когда человек Был бы Сподлил Когда человек Можно было бы Купить Когда человек Был бы Причем Я общалась Со многими У меня были Люди С которыми Я дружила Которые, например Сидели И Совершенно другой Другой породы Люди Понимаете И когда я прилетела сюда Я подумала Ну, я влюбилась в Питер Поэтому я оттуда И сбежала А это правильная Очень, на самом деле Фраза Просто настолько правильно Что хочется подарить Ридерману Мне? Тебе, да Я не люблю это Я читаю книги Я тоже, да Но чем сильнее Выбираешься Тем быстрее бежишь Помнишь Вот это очень точная мысль Скажи Тут, кстати, написано Что вам состояние любви Нужно Или для вас Это зависимость Для меня зависимость Когда я Сильно влюблен Это очень печальное состояние Очень печальное Очень тяжелое Поэтому мне нравится Такая уютная Домашняя любовь Уже, так сказать Прошедшая бурный период Когда, страшно сказать Даже уже и секс Не обязательно Можно как-то Ну, поужинать Ну, семья Человек семейственный По своей природе А вот эти все вечные Значит Драки Скандалы Истерики Суицидные попытки Ревность Мучительная Уже ревности Ничего нет Унизительной ревности Вот с Питером У меня, наверное Такие же отношения Я тоже приезжаю в город Очень его люблю Страстно его ненавижу И еду К своей купчихе Москве К своей толстозадой К купчихе С которой мы пьем чай Смотрим фильмы На ночь Как там Вот очень хороший вопрос В стихотворении Киты Говорится А если о любви Можно ли быстро Остыть Простите То есть Прочтите Если не сложно Я когда Меня спрашивали Вот Что для тебя Питер Что для тебя Москва Я всегда говорила И Как-то это мне пришло в голову Что Питер Это знаете Такой франт С тросточкой Вот Понятное дело Должна быть Определенного фасона Шляпа Мягко говоря А Москва Такой тонкий Очень А Москва Это такая Купчиха Я всегда говорила Между прочим Купчиха Да и действительно Как хлебосольная Малость Безвкусная Да Безвкусная Но Мне кажется Что они как-то Друг друга Все-таки В чем-то А у них тоже Любовь такая Ну да Если учесть Что у франта Уже все зубы Выпали И лицо Так сказать Как карта Большого каньона То в принципе Конечно да Да Очень Сейчас минуточку Киты Да киты Прости Пожалуйста А оно детское Киты Таким Ну и в общем Это так Я вот тоже смотрю И думаю Боже мой Мы когда были Когда жили на Чуковке В какой-то момент Родители пошли на пикник В сопке И вот они Как сейчас помню Они карабкались Где-то два с половиной часа На какую-то сопку А потом решили Компании И я с ними И решили сделать привал Ну и вот Я помню Все сели И мама Открыла нож Перочинный И стала резать хлеб Как обычно К себе Вот так вот И в этот момент Кто-то закричал Смотрите Медведь Они все Навернули голову И вот На нас Сверху Хотелся Такой клубок Коричневый Вот мы два с половиной часа Забирались Спустились Минут за пять А она постоянно Пошла С этим Открыто Нашла Вперед И вечером Почему-то такое Придесло Я не просто так решила Поговорить об этом Потому что вечером Их привитили рыбаки Назывались такие Домики рыбачьи Балки В балке Вот они были Вечером И киты Это были В смысле Рыбаки были китобоями И я попробовала Мясо кита В этот вечер Я до сих пор Помню его вкус Это отвратительная Жвачка Такого Черно-белого цвета Как желе На вид И совершенно Невозможно Прожевать И мне почему-то С тех пор Знаете Когда говорю Про китов Мне стыдно Потому что Я могла бы Наверное Не попробовать Но я могу Закрыться тем Что у меня было Мало лет Но Это вот Такой апогей Ненужной жестокости Киты Киты Обнимают Друг друга Боками Их мясо Невкусно Их тело Брутально Мне дали На пробу Я долго Жевала А после В сугроб Вливала Наверное В сердце Наверное В сердце И я поняла И я поняла Что кита Полюбила Гарпун Поломала Ружье Утопила И в мае Нырнула Ему на колени И он Подарил Мне оленей Что жили В нем Сердцем Как верные Стражи Но я Отказала Ему Стало страшно Что всюду Вода Без намеку На сушу Расстались Без слов Так честнее И лучше И быстро Остыло А летом Узнала Убили его Свежевали На скалах И не было слез Сердце Заиндивело Но каждую ночь Он приходит Несмело Меня обнимает И мы до рассвета Танцуем Он нежно Мне гладит колено Но сны Исчезают Как тени Мне так Не хватает Оленя Блестящий Степарик Блестящий А тут Хороший вопрос Почему вы все время Читаете по книжке Неужели не помните Ну песни Ты же знаешь Ну это же песня Понятно Сейчас я по книжке Прочту все-таки Нашу клюву Но Вот хороший вопрос Почему вы читаете Одно и то же Например Вот сегодня Одно и то же Читаю и читаю И читаю И читаю И читаю Ну Пошлышите меня Мы с Димой Редко видимся Могу же ему Как-то рассказать Читать то Что читала Последние 20 лет Но кстати Обычно Да Нет Кстати записки Из АЭФ Принимаются Вы видите Они исполняются Немедленно Значит Теперь Что касается Студентов Желавших Ну что Похихикать Я Первую половину Этого стихотворения Я читать не буду Пусть меня простит Кахановский Потому что У меня жизнь дорога Но я прочту Финал Потом Если хотите Подойдите за сцену Я вам покажу Если он разрешит Значит Наша Клио Долго слишком Ждет судьбы своей Пока К ней все Клеются мальчишки Клио хочет мужика Да Она не пенелопа Ей охота Жениха Чтоб как грешница Европа С ним упасть Во власть греха Чтоб сказал ей Правду только Пусть она весьма Горька Ибо в ней Побольше толка Чем в лукавстве Дурака К ней же ликнут Все лукавцы По натуре Сплошь мерзавцы Да мальчишки Пошляки Да другие Слизняки Вот она и на распутье С кем из них Делить постель Но не с тем же Кто как труден Зря разводит Конитей И теперь Не обессудьте Клио Выбрала Бордель Очень хороший вопрос Нужен ли вам Бог Или вы обойдетесь Без этой гипотезы Это Паскаля Кто-то у нас читал Эти карты Знаете Моему отцу Завтра Исполняется 67 лет Я вот только Вот Сейчас начала Поздравлять Позвонила Говорю Тятя Я зовут Тятя его Тятя поздравляю Тебя с наступающим Новым годом Он говорит Ну слава богу Хоть дожил Я говорю Подожди Еще не дожил Он так говорит Не надо Некоторые В 17 Мрут Все нормально И он говорит Ну ты знаешь Я вообще стала Теистом Вдруг без перехода А я думаю Хоть бы у меня Дожить до 67 И так же Трепетно И беззаветно Быть влюбленной В Бога Это очень Классное чувство Классное А вот вопрос Который сильно Претендует на ридер Для вас первично Половое Или человеческое Ну скажем так Гендерное Или человеческое Чтобы смягчить вопрос Чтобы его смягчать На него даже Мне кажется Мои дети ответят Вообще-то Мы же Сексизмом Не страдаем здесь Конечно же Человечество Мы им наслаждаемся Как же Стоп секунду А как же ужин В Кругу Северии Нет нет Ужин будет непременно Я про другое Просто Ты не отвечай С такой легкостью Потому что Я например Не могу Одно отделить От другого Я убежденный Сексист К сожалению Ничего не сделаешь Уже Любовь феминисток Заслуживать поздно Да и надо ли Для меня Все-таки Женская психология Очень радикально Отличилась от мужской Это два разных Это две разных планеты Согласна Ращу Ращу Представляете Вот носила себе Мальчика и девочка Родила Не могла предположить Что у нас Между двойняшки Не могла предположить Что у нас Столько Разные Существа Мужчина и женщина С самого начала Ну абсолютно Не пересекаются Ни в чем И конечно Мне кажется Это такая Неизыбливость На которой Все держится Это прекрасно Я помню Я не так давно Спросил Искандера Что глубже Национальное Или социальное И он С великолепной Свою афористичностью Ответил Социальное Сильней Национальное Глубже То есть Вот если Стереть все Матрицы Национальное Останется Подходите Также и с полом Вот людей Которые провозглашают Свою независимость От него Гордо утверждают Что они должны Будучи женщинами Забивать гвозди И класть кирпичи Решать судьбу мира И так далее А для мужчины Ничего нет зазорного Застопать носки Вот я Не доверяю Таким людям Я считаю Что Это Как бы Вещь неотменимая Можно я продолжу Да Вот очень интересно Я до того Как До того Как у меня появились Дети Была убеждена В том Что у меня Все нормально Все хорошо И я пишу песни И меня понимают В этом И это важно Между прочим Но Когда они у меня Появились Я поняла Что это все Беззловно Нервно По сравнению С материнством Потому что Это самое главное Что может сделать Женщина Тут меня никто Не переубедит И то счастье Которое я сейчас Я испытываю Ежедневно И ту тоску Которую я испытываю На Гастролях Когда У меня такое впечатление Будто На второй На второй день Мне кто-то Из пушки Выстреливает В грудь Ядром У меня какая-то Дырка здесь Образовывается Я уже просто Не могу дышать И с каждым днем Она все больше и больше Пока я их опять Не увижу Мы не должны Разумеется Забывать О своем Предназначении И не мы Это предназначение Придумали Это придумала природа А против нее Эти греша Поэтому Я радуюсь За материнство И оно Меня лично Спасло Мне было Когда 35 лет Вдруг какой-то Такой слом Наметился Очень много Было Пьяных гулянок Наркотиков И всего остального И я была На грани Просто Уже просто На грани И меня спасло То, что Пришел ко мне Друг А он юрист И я ему говорю Послушай Мне кажется Пора написать завещание А я-то думаю Что никто не замечает Что у меня просто Полная деградация Начинается А он мне говорит Да Послушай Вот то, как ты сейчас Тебя ведешь Тебе 2-3 месяца Осталось Я думаю Вот подлец Мне стало В тот момент Понятно, что Ну Слушай Не дождешься Подумывая Не дождешься Подумывая Но не дождался И когда После нескольких лет Вот такой вот Работа над собой Достаточно Жесткой А где-то Жестокой С потери Тех людей Которые Казалось бы Были друзьями А оказались просто С бутылью Ну С бутылью Зачем так вот Спускаешься Ну простите Просто вот Оказались Вот оказались Я вышла К такому К абсолютной свободе Родив детей И Как ни странно Ну понятно, что это Огромная ответственность Но при этом Я могу сказать, что Я вообще перестала Чего-либо бояться Бояться высказывать Своё мнение Бояться быть Такой, какая я есть Бояться писать Откровенно Я не знаю, почему Но вот Испытав Это чувство И испытывая его Я действительно Стала совершенно Неуязвимой Есть Есть только Одна Ахиллесова пята Это, конечно Если их кто-то обидит И тут все Мене матери поймут Я, конечно Подставлю себя И в этом будет Тоже счастье Поэтому Рожайте детей, ребята Говорят, что это Очень больно Говорят, что это Очень больно Рожать Это говорит мужчина А я был Природой Жены Как раз И в какой Я честно Дал себе слово Что я Выдержу до конца Но в какой-то момент Я сбежал Потом прибежал Мне кажется Мы можем Ответить на следующий вопрос А я, кстати Вспоминаю Что Лукьянова Когда рожала Наш главный Он человек жесткий В собеседнике Такой Юра Он говорит Знаешь, сегодня же Годовщина выхода 17 мая Весны Вот пусть она Поставит эксперимент Может ли русская Пианистка Рожать по-английски Потому что Чтобы не выдать себя И Лукьянова Поскольку она тоже Преподаватель иностранного По образованию Она материлась Исключительно на английском И только Когда ей Андрюшу Уже показали Она сказала Ну здравствуй Сказала она По-русски Но это уже не считалось Поскольку она уже родила Вот блистательный вопрос Есть ли что-то Связанное с вашим Воспитанием Что вы клянетесь Не повторить С вашими детьми Нет Все хорошо Родители Очень правильно делали И родители Очень четкую Систему координат Придумали И она меня держит На земле Она безукоризнена На мой взгляд Ну на мой взгляд Понятно Все субъективно Мне бы хотелось Чтобы Мне что-то Хотя бы удалось Детям передать Изменилось ли Ваше отношение К маме После рождения детей Да Я поняла Что я конечно монстр А каждый день Я теперь понимаю Что как ей вообще Тяжело было И А как ей тяжело Вообще Но вы знаете У нас сейчас Такой ренессанс Отношений Она Стала ездить Со мной на гастроль Она стала Работать у нас В группе Ей это очень нравится Она помыла Отдела Со страшностью Я говорю Мам Тебе не сильно Тяжело так пережать Она говорит Да что это моя жизнь Не правда Но я не тебе человек Не говорил У нас в роду Нет бабочек Учись Получи образование А когда я Закончила Второй университет И прислала Ксерокопию Диплома И написала Ну конечно Дочь у нее Прошу прощения За то что шел Так долго Она со мной Еще несколько лет Не разговаривала Ну в общем Прошу прощения За что? За то что шел Так долго Диплом Один то я университет Бросила А второй Начала Вот замечательный вопрос Ридер Да Нет Нет Ридера тут нет Это просто Такой комплимент Диана Десять лет назад Я был на вас В лондонском клубе Хорошо Сказ Я был на вас В лондонском клубе Вы заметно Помолодели Какое у вас Отношение К зарубежным Городам и странам Прекрасное Весь январь Я провела в Азии Гастролируя По Городам Как то Сингапур Гонконг С гитарой И я если честно Не совсем понимаю Действительно Что Находят Например Китайцы Вот в этих песнях Но что-то находят Я даже По большому счету Вопросов таких не задаю Потому что Мне бы очень хотелось Чтобы То, чем я занимаюсь Имело открыть Не только В нашей стране Но и Собственно говоря За пределами Таковой Сейчас было Было открытие Фестиваля Слово В Лондоне В Лондоне Да Света от жубей Да Совершенно верно Очень там Вас не хватало Дмитрий Львович Ну вижу получается Что у нас В отежке Это была поэтому Такая проблема Да я просто Не мог Да никак Ну вот именно Вы просто Не приехали Ну и все Приедем Это так Я понимаете Я считаю Что в такие Трудные моменты Надо как-то Быть с Родиной Мне кажется А вот это Солюбуха Матмейщик Потому что А кто бы еще Вышел Вот в таком Количестве Шестнадцатого Я же по массе За двоих И думаю Диана Мне нравится У вас все Но больше всего Ботинки А вопрос Как и почему Вы начали Носить Короткие Волосы Волосы Так Видите Как вот Человек Кидает От волос В ботинку Я знаете Что вспомнилось Извините За саму цитату Я запомню тебя От ступни до лица Это смешно Я запомню тебя Под лица От буквально Ступни до лица Практически Я подстригла сына У него будут Какие кудряшки Он был Александр Сергеевич Блондий И мы решили Все подстричься Такой Это все С тех пор Я как-то не могу Отрасти Я кстати понял Почему волосы Становятся чистыми Со временем А потому что Они просто отрастают А отрастают Они чистыми Естественно Ориентируетесь ли вы На мнение своих поклонников Когда пишете И как вообще К нам относитесь Я вас очень ценю Действительно Во-первых За то что вы Постоянно меня держите В тонусе Но я не ориентируюсь На вас Когда пишу песни Извините За Потому что тогда Я вам тут же Разомраблюсь Это так всегда бывает Серьезно? Да Как только начинаешь Ориентироваться на публику Она тут же начинает Слушать кого-то другого Вот так вот Вот я например Понимаешь Когда я думаю Писать из СМС Или нет Напишу и думаю Зырян написать Зырян Надо было Летко подождать Совершенно И тут оно приходит Как правило В этот момент Это очень важно А тут был вопрос Что же он где-то В куче затерялся Знакомы ли вам ревности? Если да Астрологический вопрос Вы рак И как? Глова? Не, ну правда Я усовершенствовал Немножко Да Мне кажется Он у меня лучше Я возьму Пожалуй А как вы относитесь К мату В скобках В творчестве? Астрология Как же? Нет Ну скажи Скажи сначала Про разговоры Я скажу А потом Можно матом? Я хочу Нет Ну а что тут матом? Уже ничего не попишешь Уже все решилось Без тебя Я родилась 8 июля Я не люблю цифру 8 Я не люблю июль К ракам я отношусь Крайне отрицательно Потому что они Рефлексирующие Пять лица назад Я с этим борюсь всю жизнь Я не хочу Так делать Как у меня предначертано Поэтому день рождения Начинаю отмечать Седьмого на восьмое А люблю август На сентябрь Январь И март Поэтому Я думаю Что там Тот кто нас сейчас видит Он может подумать В следующий раз В следующий раз В один цебл в марте Я буду скрупионом Или еще Я не знаю Да что Что ж такое Какое? Не-не Не буду Там мне интересно Кстати К вопросу Насчет К вопросу Насчет Раков Вот это знаменитое выражение Насчет ракам Оно В общем неправильное Потому что Когда я увидел Как это делают раки Они это делают Человеком Вот так сказал То есть А выражение ракам Происходит От русского Карачки Вот только поэтому Так что на раков Клевещен Насчет того Что они пятятся По-моему тоже Я несколько раз видел Как они все спокойно Шли боком Еще хуже Услышал Крамом Вот так Клабом 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 И лаком Вот Значит Просят все-таки Еще пару стихов После чего Будут три последних вопроса У вас есть время Их задать А вот гениальный вопрос С какой из ваших песен Надо начинать Знакомство иностранцев С вашим творчеством И русским языком Вообще Ну не 31 весна Точно Они просто разуверятся В том что В русских песнях Есть логика До припевы уже не дойдут Послушайте Не знаю Мне не нравится Очень много песен своих Потому что они какие-то злые Некоторые А я думаю Почему такая злая Это была Пожему Ты это все выбросил Иси Я закончила Оргавирус Как иностранцев А, да Испанских Итальянских Игнолазских Вот это действительно Немножко раком Как-то Обновлено Сколько у нас времени? Сколько хочешь? Нет, так не надо Люди деньги платили Давай отродку Хорошо Хорошо Тогда я с вашего позволения Закончу Я хочу прочитать рассказ Можно я прочитаю рассказ? Конечно Но он не велик Но тем не менее Это не стихотворение Несколько побольше Но поверьте мне Оно Сегодня Очень уместно Охота купаться А вон и новенький чешет Сказал Павлик и сплюнул Мы езжали на песке Павлик, Фима, Олег и я В Севастополь Прикатило лето Солнце начинало печь С половиной десятого Школа закончилась И я наконец-то Просыпался сам А не силу пинков И мерзкой, будто Это потной воды Из бабушкиного рта Обычно мы собирались На балке Загорали Купались Лениво Убивали время Балка была на окраине города Сразу за кургузными Огородами Горожан Горожане В подавляющем большинстве Своем огорода Эти ненавидели И забрасывали Отчего вся местность Приобретала вид Старого сельского Кладбища Где Спохватившись лет через 6-7 После смерти отца Прикатишь на каком-нибудь Раздолбанном Несанне с чахлыми Гвоздиками в кульке Вознамерившись Отдать сыновне долг А даже могилки не отыщешь Опоздал Все поросло бурьяной Нам это было на руку К полудню хотелось есть И мы снаряжали двух гонцов На поиске картошки Обычно они возвращались С хорошей добычей Картошка каким-то чудесным образом Плевала на нелюбовь к гражданам И росла сама по себе Наслаждаясь вороньем Гнильем И нашими набегами Мы разводили костерок Павлик доставал чекушку В водке флотилии Буханку хлеба Мы дожидались Первых картофелин Разламывали их Я доставал соль Передавал по кругу И смачно посолив хлеб И печеные картофельные кожурки Павлик говорил Ну братва Будем После чего выпивали Все И минут через пять Начинали ржать Над всем Спроси меня о причине радости Не скажу Причины скорее всего не было Это было туповатых Мельное пацанское веселье В разгар долгожданных каникул Которые к тому же были Последними в нашей школьной жизни Над конкретными причинами Не задумывался никто из нас Мы просто лежали на песке За плечами шумело звериное море И солнце смотрело на наши чумазые Счастливые рожи Что он делает здесь интересное Павлик прищурился И внимательно следил За приближением новенького Погулять может вышел Предположил Олег Да ладно тебе Он кроме хамзы Нигде не бывает Зубрила же Олежка дай сиву Павлик закурил Пацан А как его зовут Я забыл Давид Давид Павлик подперкнулся Затяжкой Давид Давид здоров Давид Закричал Павлик Здравствуйте ребята Новенький был обычный Черноволосый Немного курчавый С толстой Нижней губой Худой С длинными фалангами пальцев Которыми он то и дело Поправлял очки Гуляешь? Да вот развеется Он шествовал Давид Ну и как тебе наш город? Поинтересовался Павлик Что успел увидеть? Хороший город Море Но море то оно И в Африке море Че видел спрашиваю? Был с мамой В горпарке По магазинам ходили На проспекте По магазинам ходили Говоришь с мамой А че не с папой? Павлик нахмурил лоб В притворной гримасе Львопытства Фима гоготнул И тоже закурил Папа у нас не может Он дома целыми днями Работает Работает Протянул Павлик И какую работу работает? Он ученый Его в Севастополь перевели Из Краснодара Ученый значит Ученый хуй перченый Павлик щелкнул пеньком Сигареты в костер А ты значит В горсадике мороженое С мамочкой ешь? Да, Давидик? Ну я пошел, ребят До свидания Новенький, почуяв угрозу Явно жалел, что увидел нас И спешил уйти Не-не-не, погоди-погоди-погоди Сказал я И вскочил А тебе как по отчеству? Константинович Давид Константинович? Заврал Павлик И тоже вскочил А папа Константин Моисеевич? Фима тоже поднялся И Олег Теперь мы стояли стеной Напротив новенького Ребят, мне идти надо Я обещала вернуться через час У нас обед в два Уточнять про обед Явно не стоило Павлика перекосила Обед? Так мы тебя здесь накормим Не парься, сильно голодный? Он резко ударил Новенького сзади по коленям И толкнул лицом в песок Фима, родненький У нас картошечка осталась? Фима поковырял палкой в костерке Не, только водки Чутка на дне и хлебца Дай-ка мне водки Сказал Павлик А вот обед подоспел Давидик Парни развернули его ко мне Скомандовал он Мы перевернули новенького И пинком усадили Чертые его лица как-то затвердели И сам он скукожился От страха и ожидания Водку будешь? Спросил Павлик Сделал глоток И протянул чекушку Новенький мотнул было головой Но в тот же момент Я метнулся к нему И вцепившись руками В челюсти рожал их Будешь, Давидик, будешь Радостно улыбнулся Павлик И влил остатки в щелку Перекошенные к ульбяки рта Новенький не смог проглотить И струя водки Вылилась на колени Павлику Извини Ни-и-и Заорал Павлик И волочком закружился на песке Извини, говоришь Да за такое не извиняй Козел Убивают на месте Мои внутренности зажмурились От предвкушения крови Целого океана крови Я уже представил себе Проломленный затылок Слезы и мольбы новенького Я даже услышал хруст очков Под подошвами ботинка Подумал Надо было бы обуться Чтобы успеть раздавить первому Но внезапно наступила тишина Оставьте его, парни Спокойно Сказал Павлик Слышь, Давид А что тебя так назвали? Честь дедушки Выдавил новенький Павлик подполз на коленях Близко к новенькому И стал его разглядывать А почему так дедушку Дедушку звали? Не знаю Не знаю, что вы жиды, Давидик Мы не жиды А кто вы, Давидик? Павлик погладил Новенького по щеке Его пальцы Легко и нежно Касаясь кожи Спустились вниз К подбородку И вдруг моментально Превратившись в спрута Мертвой хваткой Вцепились в горло Не жиды, сука Не жиды Тогда кто? Новенький хрипел Пытаясь высвободиться Мы с Олежкой сзади Прибирали его спину Коленями так крепко Чтобы он не мог двигаться Павлик резко убрал руку И дал новенькому Звонку затрещину Кто вы, если не жиды? Евреи Прошептал новенький А пацан Они не жиды Они евреи Вы слыхали? Ах Объявил Павлик С каким-то странным Удовлетворением Загурил Не жиды, а евреи Повторил он Я услышал очередной Гогот Фимы Посмотрел на него И внезапно Позавидовал Фима, лениво Развалившись У остатков костра Лежал на животе И будто в кино Подперев голову Правой рукой Следил за происходящим Павлик Крикнул он Жиды Это торгаши На рынках А евреи Такие вот писатели Как его папаша Да ладно Фима Повернулся к нему Павлик Жиды они все На рынках Хоть стоят Не прячутся В открытую Дурят А его папаша Еще похлеще Жидяра сидит Гнида дома А ему бабосы Приносят Чертую Мне захотелось Вина и искупаться Павлик молча курил Солнце пекло Я начал скучать Слушай, Жиденок Сказал Павлик Слушай меня внимательно Мы тебя сейчас отпустим Я тебе обещаю Новенький Поднял голову Но при одном условии Торжествующе Продолжил Павлик Сперва Ты трижды скажешь Моя мать Жидовская сучка Отец Жидворюга Давай Ну Идешь обедать Фима заржала Новенький молчал Ну давай 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 А то я сейчас ждать устану И такое начнется Жиденок Такой гаморус Содом И в твоей гибли Вовек не сыщешь Новенький молчал Ну Павлик хлопнул его по плечу Моя мать Жидовская сучка Отец Жидворюга Давай Давай Я купаться хочу Сказал я Вон парни купаться Хотят все Вот все тебя ждут Давидик Давай Я стоял и думал Смог бы я Предать своих родителей Наверное нет Но так легко говорить С той по одну сторону Баррикад А в подобную историю Я никогда не влипала Национальный вопрос У нас в семье Был решен просто и навсегда Отец Коренной севастопольский моряк Уже списан на берег Гордился намешанными В нем кровями В семейные торжества Когда мать Включалась в кухню Подвыпившие пунцовы Намекал мне На существование Братьев и сестер Других оттенков кожи На далеких континентах Я представляла Свою сестру Мулатку И начинала расспрашивать Отца Где она И сколько ей лет Но тут возвращалась мать И отец Мгновенно замолчав Запивал свои откровения водкой А к евреям В доме относились Так же Как скажем Хохлам Или венграм Или монголам Или французам Когда заговаривали о них Отец только усмехался